Директор лицея Ирина Николаева не без гордости демонстрирует гостю из Московской областной думы обновленный фасад учебного заведения. А вот так здание выглядело совсем недавно. И для постройки, которой более 50 лет, это вполне логично, но в 2017 году все диаметрально поменялось. Наша администрация Ленинского муниципального района решила этот контраст убрать. И сделали нам вот такой замечательный фасад на муниципальные деньги. Бюджет проекта был около 20 миллионов. Немножечко снизился этот бюджет на торгах. И нам это сделали за два месяца практически. После рассказа об основных достоинствах проведенного ремонта фасада, гости ведут небольшую экскурсию. Депутат Московской областной думы Владимир Жук прибыл в учебное заведение не из праздного любопытства. Проверка использования денежных средств, потому что средства из бюджета Московской области, по большей части, они были потрачены на ремонт, капитальный ремонт художественного технического лицея, вот где мы сейчас находимся. И, собственно, проверка использования этих средств. Куда они были использованы, с каким качеством. Решение о ремонте фасада всего здания было принято и благодаря тому, что у него появилась пристройка, которая изначально имела современный внешний вид. Кроме эстетических достоинств, новый корпус позволил увеличить количество мест до 1200 и тем самым ликвидировать вторую смену. Пристройка была рассчитана на 300 мест, но тут получается сейчас по факту 580. Мы использовали все помещения, ну и классно, конечно, увеличили, наполнялись. На сегодняшний день технология с использованием керамогранитных плит и вентилируемого фасада, который теперь есть у лицея, является самой практичной и относительно недорогой. Нашу школу не узнают. Они говорят «Вау!» Вот это вот главное слово. То есть очень стало все красиво и хочется внутри соответствовать тому, что снаружи. Внутри здания также сделан ремонт, поэтому налицо полная гармония внешнего вида и внутреннего наполнения. Депутат Московской областной думы убедился в этот раз, средства потрачены бережно и рационально. И уверяет, что в следующем году работа по ремонту учебных заведений продолжится. Наша Подмосковья находится в пятерке лидеров среди всех субъектов Российской Федерации по качеству обучения. И наша ближайшая задача – войти в тройку. Программа, которая есть, она будет продолжена в 2018 году. Финансирование будет увеличено и новые объекты попадут в программу. И качество обучения наших детей будет только расти. Постройки 60-х, 70-х годов прошлого века, как правило, отличаются надежной конструкцией. И проведение капитальных ремонтов таких зданий позволяет и сэкономить значительные средства, и достигать современных стандартов образования. Виннусский лицей – этому лучшая иллюстрация. Максим Козлов, Владимир Андреянов и Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров М.Новик. Виннусска.